Всем доброе утро, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сейчас я собираюсь к дочке ехать. Она решила, так сказать, самоизолироваться, добровольно уйти на карантин. Вот, и она мне говорит, давай будем вместе, раз уж мы все вместе, давай будем вместе, приезжай, будем сидеть дома. Вот, ну она уже вчера не повела Дэнни в садик, так, решила, что водить не надо. И, кстати, в садике сказали, что уже многих детей не водят, хотя до этого они молчали. Ну, решила так сделать. В общем, я сейчас собрала сумки, а продукты беру, которые у меня есть, ну, я, наверное, еду на три недели, а может и больше, кто его знает. Ну, это, конечно, жесть, честно говоря. Ой! Ну, что, собираюсь и еду. Буду снимать вам, показывать, что мы будем делать, чем заниматься. Я не знаю, заниматься нечем, честно говоря. И что снимать я буду, понятия не имею. В общем, будьте со мной. А что у нас на улице сегодня? Сегодня у нас пасмурно, плюс 10 градусов у меня на градуснике. Ветра нету, я смотрю, не шевелится ни одна веточка. Вот, смотрите, я когда еду к дочке, у меня всегда с собою сумка, ноутбук, это постоянно. Обычно всегда один пакет у меня чего-нибудь есть с продуктами. Ну, сейчас у меня три пакета. Вот это все мне нужно сейчас снести в машину. В общем, одеваюсь и поехала я. Так, Деня яблочки поел, а картошечку, Деня, ты будешь кушать? Ну, я сейчас хочу, я посмотрела влог Дочкин. Она вчера, я так поняла, она убирала. Вчера здесь, но она убирала веником. И полы мыл этот робот-пылесос. Я этому всему не доверяю. Поэтому сейчас я еще раз, я уже возьму пылесос. Я хочу про пылесосы здесь везде. Особенно на кухне, потому что здесь крошки постоянно. И еще раз я уже промою тряпкой прямо. Возьму Доместаса, добавлю водичку. И тряпочкой промою здесь вот кухню и коридор. В спальне так все чисто. Хотя, может быть, захвачу и спальню. Вот, так что, мои хорошие, приехала я к дочке. И вот теперь я не знаю, что делать вперед. В общем-то, готовить я сегодня не буду ничего. Но я, правда, сварила пюре, я принесла селедку. Дочка придет, будем кушать селедку с картошкой. И еще нарежу салатик. Вот. Ну и поставила, я сварила кости на борщ. Но борщ я буду варить завтра, потому что сегодня больше уже никто есть не собирается. Завтра с утра уже как раз у меня будет готовый бульон. Я сварю борщик. Ну вот, я уже пропылесосила. Сейчас я собираюсь полики еще протереть. Вот я нашла такое средство у нас 10 в 1. Тут написано, что убивает микробы, дезинфицирует. Ну вот я его в водичку добавлю и сейчас протру полики. Вот это вот средство. Я думаю, нормально будет. Девочки, я все хочу вам показать, как я точу ножи. Я беру два ножа. Если они хоть чуть-чуть недостаточно острые, я просто нож от нож вот так точу. Мне нужно, чтобы нож резал вот буквально мясо вот так вот, как масло. Вот тогда для меня это нож. Если начиная, то, например, кожицу от колбасы или кожицу от помидора режет, ну как бы мнет чуть-чуть уже, то это уже недостаточно для меня острый нож. Так. Ну вот проверим. Вот помидор, кожица. Ну, разрезает, да. Не мнет, разрезает. Но я еще хочу поточить. Прям острый-острый, чтобы. Вот так всегда точу ножи. Всем доброе утро. Наступил новый день. Я что-то камеру не беру в последнее время, потому что что-то, я не знаю, какая-то замороченная. Ну, собственно говоря, вчера я только готовила и ничего такого не делала. А, ну, еще выпустила видео «Вопросы и ответы». Я его там перезапускала. В общем, у меня много времени на это видео ушло. Но оно вышло. Я смотрю по комментариям. Многим нравится это видео. Неожиданно, но приятно. Спасибо. Кто пишет хороший мне комментарий. Кто-то в комментариях пишет, что у кого-то много очень коммунальные платежи, много денег уходит на коммунальные платежи. Я сейчас только что вот купалась, и я поймала себя на мысли, что я вот, когда поставила счетчики на воду, на свет. Ну, свет как бы не экономлю, но много у меня света и не берет. У меня много света берет только этот сплит, когда я включаю. Особенно, если он работает вообще круглосуточно, когда у нас жара. Но только тогда. А так-то у меня света немного. А вот вода, я стала же воду экономить. И знаете, а как экономить воду? Кстати, вот многие не замечают, допустим, да, например, вот вы зубы чистите, щетку намочили, и вода течет. Пока вы 2 минуты вот щеткой чистите, вода течет у многих. Очень много вытекает воды. Также вот, когда я купаюсь, я, например, намочилась, воду закрыла. И пока я там намыливаюсь, тоже идут минуты как бы, да. Если не холодно, если нет необходимости прям греться под душем, то можно выключить душ пока, чтобы вода не вытекала. Вот. Ну и, например, посуду мыть. Конечно, посудомойка очень экономит воду. Но пока, если вот ее нету, посудомойки, то, например, вот вы моете там несколько тарелок. Раз там, ну, вы просто смыли, например, там первая там, да, грязь. Раз, воду закрыли. Пока вы там намыливаете, вы можете все тарелки, ложки, вилки, все это там намылить, если оно там нежирное. Это как на диете люди, так у них нежирная, в принципе, посуда, да. Все намылили, а потом уже включили кран и все это смыли по-быстрому. Ну, вот таким образом можно экономить воду. Ну, и еще много воды, конечно, забирает, например, бачок. Если у вас много членов семьи живет в квартире, да, каждый смывает бачок. Ну, представьте себе, что в бачок наливается где-то 8-10 литров. Но там есть уровень, допустим, который можно снизить. Допустим, если у вас там бачок полный набирается, ну, вот сайтехник вот у нас, он снижал уровень, то есть там 8 литров оставил, да, чуть-чуть ниже. Если 8 литров этих достаточно для смытия унитаза, да, то можно как бы и снизить уровень там. То есть, в принципе, если захотите экономить, то можно поэкономить. Но у меня я заметила в среднем, вот холодная и горячая вместе вода, вот там, где я живу у себя дома, это примерно 2-3 куба у меня уходит в месяц на одного человека. Я думаю, это нормально. А вот соседка, у нее очень много уходит воды, и она с сыном живет. И она говорит, я экономлю, а сына нет, он может под душем стоять полчаса, и вот ему удовольствие, и не получается экономить. Я говорю, ну, надо тогда как-то, может быть, договориться с ним, или, может быть, попытаться его убедить. Ну, если бы он платил, может быть, со своего кармана, а может быть, он задумался, а может быть, ему эта сумма как бы ничего не значит, и все, тогда не стоит и париться, да. Ну, вот такие дела. Вот. Ну, что мы сегодня делать собираемся? Готовить я сегодня не буду, потому что я уже готовила. Вчера приготовила борщ, потушила я куриные вот эти вот ножки, там голяшки, да. Ну, и пюре есть у нас, и на салат есть у нас. В общем, ничего я готовить сегодня не планирую. Дочка там сейчас разбирается в своих вещах. Ну, мы там, собственно говоря, хотим, у нас работники там придут работать в спальню, и сейчас просто мы немножечко вещи куда-то переместим. Сегодня утром началось с того, что Деня вытащил этот вот робот-пылесос, все, ему так нравится, как он катается, и он его включил с утра, и давай этот пылесос тут намывать полы, два часа. В общем, чистота, полы чистенькие, все отлично у нас теперь. Деня следит за чистотой полов, включает-выключает этот робот-пылесос. И этот робот-пылесос у нас тут делает эту влажную уборочку. Звонила вчера я сыну, разговаривала с сыном по телефону. Они работают, он работает в магазин по автозапчастям, там магазин-склад. В общем, я говорю, вас там закрывают, не закрывают? Он говорит, нет, мы работаем. Ну, там везде всю дезинфекцию провели, кто обслуживает покупателей, там с масками работает. Потом там вот эти какие-то синие лампы они там поустанавливали. В общем, начальник подготовился хорошо. Я говорю, ну, и хорошо. Главное, чтобы как бы соблюдали там меры предосторожности и берегли свое здоровье. Вот и все. А что это вы делаете, девушка? А я досуг на карантине. У меня досуг на карантине. Девочки, кстати говоря, если кому-то скучно, и вы сидите, допустим, дома на карантине там или что, кучу работы можно дома найти. Можно сделать даже какой-нибудь там такой косметический немножко ремонт. Можно перебрать вещи, перестирать. Ремонт. Да, можно погенералить, вот помыть что-то там. Можно найти себе, честно говоря, чем заняться. Да, если вы не хотите книжку поваляться, почитать, если вы активны, да, да, е-мое, берите тряпку вперед. А у нас перестановочка. Готовимся к электрике. А, да, мы сейчас перебираем вещи, переносим. Ну, такое вот, такое занятие нашли. Сейчас тут на целый день нам сейчас хватит, чем заниматься. Опять у нас тут передвижуха какая-то идёт. Всё, переносится уже с этой комнаты, мы её освобождаем. Там будут работать работники уже, когда послезавтра. А доча шуршит. В общем, опять перекладываем вещи, вещи, складываем-перекладываем, разбираем. Да. В общем, мы нашли занятие, нам не скучно. Ну, а что у нас на балконе? Ну, у нас на балконе вот эта полочка, там продукты лежат, которые, ну, которым не требуется слишком прям холодильник-холодильник. Здесь у нас прохладненько, поэтому тут у нас вот овощи там лежат, капуста внизу, там яблоки ещё лежат, зелень я здесь поставила. Ну, и здесь мы тоже будем порядок наводить. Сейчас переберём вот это что-то куда-то укомплектуем, так, чтобы покомпактнее было, чтобы побольше сюда ещё чего-то снести. Вот так. А погода на улице шикарная. Сейчас там солнышко светит. Оно-то, конечно, там свежо, но я так думаю, там не холодно. Там, по-моему, где-то в районе 10 градусов, плюс-минус там чуть-чуть. Ну, солнечно хорошо. И ветра там нету сильного. Погода хорошая. Вон огромозили до самого окна. Ну, ничего, проход мы оставили. Просто нам нужно сейчас комнату освободить, поэтому мы сюда всё это решили как можно компактнее сложить. Ну, ничего, здесь есть поляна, есть у нас дорожка, проходик есть. В общем, всё нормально. Всё нормально. В общем, мы, короче, вчера освободили эту комнату от всех вещей. Ну, вот осталось только тут немножечко ещё вынести. И всё. Но мы тоже сегодня вынесем. Ну, что, мы вышли из дома. Едем. Вот, едем за посылкой. Дождик сегодня утром был. Сейчас уже солнышко вылезло. В общем-то, ничего, погодка неплохая. Хотя впереди ждут там парочку дней, да? У нас прохладно. В понедельник, в вторник. Но в среду уже опять потепление будет хорошо. Ну, погода, в общем-то, нормальная у нас. Ничего. Вот, кстати, у нас база номер один, продуктовая, продовольственная. И там что-то от машин. Ну, в принципе, так, как обычно. Да? Как обычно. Не вижу. И всё как обычно? Всё как обычно, да. Ну, в общем, едем. В общем, едем. А ты не знаешь, где эта улица? Ну, я думала, это там. Вот она, по седу. А, ну, тогда я не знаю, где тут находится. Ну, вещь, я давно уже тут не была. Давно хоть не была. Ну, что, девчата, приехали мы домой. Ну, мы с Деней дома остались. Дочка поехала ещё там в магазин, там что-то надо ей купить. Потому что завтра придут работники работать. Вот. А мы сейчас дома с Денечкой пришли, луки помыли, всё как положено. Вот. Ну, и что мы будем делать? Я сейчас собралась приготовить такие вот ёжики. У меня мама раньше готовила из фарша и риса. Вот ёжички такие. Я что-то вспомнила это блюдо, думаю, у меня есть фарш, который я сама молола с луком. Поэтому луки туда добавлять не буду. И сейчас вот этими ёжиками я сейчас этими займусь. Ну, хочу вам немножечко, так кратюсенько показать, как я буду это делать. Сильно много снимать не буду на этот счёт. Это блок, это неготовка. Ну, вот у меня размораживается фарш. Ну, тут фарша я не знаю сколько. Здесь примерно где-то, ну, меньше килограмма. Может быть, грамм 800-900, а может и килограмм. Ну, короче говоря, я делаю всё на глаз. И примерно полстакана риса, вот так я насыпала, риса сырого, не варёного. Я никогда рис вообще не варила в эти ёжики, сколько делала. Потому что рис, он сваривается одновременно с фаршем. То есть он, ну, в то же время он скрепляет вот эти ёжики, чтобы они были целенькими. Значит, что я сейчас... Фарш у меня не солёный, но лук там перемалывала вместе с мясом. Я сейчас немножко присолю, чуть-чуть перчика добавлю. И рис помою, высыплю туда, сформирую шарики. Ну, вот, девочки, вот просто сырой рис я перемешала с фаршем. Посолила, поперчила, всё. Сейчас я залила немножечко водичкой, шарики вот сформировала. И я в мультиварке решила это сварить. Ну, на режим варка я поставлю, как обычно, суп. На 45 минут, вот пускай варится. И за это время сварится и рис, и мясо, и всё. В конце я уже заброшу зелень, больше ничего сюда кидать не буду. Я знаю, что некоторые люди туда кладут уже варёный рис, но у меня мама всегда клала сырой, и я тоже сырой тоже всегда использовала. И, в общем, к этому я уже привыкла. Но когда я знала, что варёный надо, может быть, ложить, я не вижу в этом, собственно говоря, необходимости. Так что вот так, всё, режим варка на 45 минут. Всё. До конца приготовления осталось 7 минут. Я хочу заглянуть внутрь, что у нас там происходит. Вот такие ёжички получились. На самом деле, вот в детстве у меня мама, когда делала так, она вот это называла ёжики. Хотя вообще вот это и есть начинка, которую, в общем-то, закладывают в голубцы. То есть вот этот фарш с рисом, его обычно заворачивают в листья, и, в общем, делают в голубцы. Но так как у меня дочка не любит вот эту капусту кушать в голубцах, в общем-то, мы решили так, сделать решили такое вот среднее блюдо. Ну, как бы диетическое, не диетическое. Оно не совсем диетическое, но в то же время не жареное. В общем, так, подойдёт и ей, и мне. Ладно, а теперь я сейчас закину туда зелень и дам этому блюду закончить свою варку. Потом она немножко настоится, и всё. А бульончик можно немножко посолить. И при желании можно добавить томатик ещё. Ну что, мои хорошие, вот и закончила я эту готовку. Ёжики получились, естественно, вкусные. А как они могут быть разве другими? Конечно, не могут. Вот можете попробовать такое блюдо и сделать. Это вот такое, знаете, не суп, а оно и с бульончиком получается, мясо с рисом получается, как бы и получается мясо с гарниром и с бульоном. Ну, в общем, мы такое кушать любим. Ну что, на этом я хочу своё видео закончить, потому что я не хочу, чтобы оно было слишком длинным, потому что я долго тогда его буду монтировать, и тогда долго оно дойдёт до своего зрителя. Поэтому это видео я заканчиваю, а следом начинаю новое видео. И когда у нас придут работники, завтра работают, тоже я что-нибудь вам подсниму и покажу. Ну, а кому моё видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok